Давайте посмотрим, вот у нас стоит залп. Давайте посмотрим само изделие. Что это за изделие? Это у нас идет батарея салюта на 99 градусов, высотой до 45 метров. Изделие – это внушительное и потенциально опасное. Такое должно соответствовать жестким требованиям. Инструкция обязательно на русском языке, срок годности не превышен, упаковка не помятая и не деформирована, наличие сертификата. Все это может проверить любой покупатель, а сегодня – сотрудники МЧС. Итак, да. С какого года у нас разрешена продажа? С 18 лет разрешены продажи, а срок годности? То бишь, при визации пиротехнической продукции вы что требуете от граждан? Предъявление паспорта. В рейд по официальным пиротехническим магазинам, а таких в Ростове 25, службы МЧС отправляются перед Новым годом традиционно. Оценивают продукцию, а продавцов проверяют на компетентность. В руки изделия перед покупкой не давать, инструктаж каждому провести. Напомнить, как использовать салюты и фейерверки не будет лишним, ведь ЧП по-прежнему случаются. На Новый год 1-го числа залетела пиротехника в окно 16-го этажа, 17-этажного дома. Пострадала у нас квартира. Также 1-го числа 22-го года при неправильном использовании пиротехники у нас пострадал автомобиль. Разбилось стекло автомобиля, загорелся автомобиль. В этом году, 28 ноября, уже гражданин в состоянии алкогольного опьянения при неправильном использовании пиротехники также получил ожог пламенем. Что все эти пострадавшие делали не так, спасатели объясняют в мастер-классе. Включаем опрокидывание георктического изделия, то есть ровно останавливаем. Достаем фидир. Мы используем бенгальский огонь, потому что расстояние будет безопасно, расстояние вытянуть руки из-за подошвы к георктической огонь. И подпалим пиротехнику, чтобы мы успели в течение 5-7 секунд уйти из опасной зоны. Для популярной римской свечи тоже свои правила. В руках не держим, ищем опору и фиксируем к ней, помогут скотч или проволока. В этом году пиротехнические магазины отмечают небольшой спад покупательской активности. Но любовь ростовчан к всевозможным салютам по-прежнему сильна. Тем не менее, люди идут, готовятся к самому чудесному празднику, приобретают пиротехнику. Больше всего, конечно, они берут батареи салютов, потому что это готовое пиротехническое решение, с которым меньше всего возни. Вы просто поставили, установили правильно на поверхность. А поджигать лучше всего в специально оборудованных местах. Такие обустроят в каждом районе города. Сейчас администрации определяются, где именно. Там в новогоднюю ночь будут дежурить спасатели. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Первый, Ростовский.